Деловые отношения – это отношения судьбы. Там же включаются деньги, власть и так далее. Это значит, что неизвестно, кого тебе Бог дал. Может быть, тебе дал Бог того, кто тебя разрушит всю жизнь, если ты ему будешь сразу доверять. Но как же с людьми работать? А есть законы, то есть есть правила. Вот, пожалуйста, пропиши вот этот вот табельный лист, что человек должен делать. И пускай делает. И потом смотри. Дальше что он делает и как. Понимаете, если, допустим, он не пришел на работу вовремя, ты ему говоришь, слушай, ты на работу вовремя не пришел. Дальше смотри, кто перед тобой. Ты узнаешь сразу. Если он говорит, да нормально я пришел, дебил. Второй вариант. И ты ничего не изменишь потом. Не надо ему доказать, что ненормально. Это все бессмыслица. Понимаете, второй вариант. Он говорит, да, вычитает, что не вовремя, но как бы, ну я постараюсь вовремя тогда. Это значит, человек страсти, второй слой. А если человек говорит, я больше никогда так не буду, простите, и потом это делает как надо, это благостный человек. Все. Вот одно событие совершилось, сразу вы вырабатываете отношения. Как дальше развивать отношения? Благостный человек, его надо развивать. Более близкие отношения, более глубокие, честные с ним. Но все равно на расстоянии, потому что ты же старше, он младше, нельзя младшего делать равные отношения с ним, говорить о жизненно равных, спрашивать умнений нельзя. Если он старше, бывает, ты взял человека, он старше бывает, духовно старше, тогда с ним надо очень аккуратно, вежливо, представляете, вот деловые отношения, в чем опасные. Ты взял человека, а он духовно старше оказался. Но это очень редко бывает. Надо с ним очень деликатно себя вести, по-доброму, и всегда ему давать преимущество, как определить, что он духовно старше, не то, что он понты духовные кидает. И вот, да идеально, наставник, вообще не знаешь об этом. Нет, не в этом дело. В его способности терпеть, допустим, она сильнее, чем у тебя, в его способности быть искренним, молиться, помогать в трудную минуту. Отдавать самого себя всему, что происходит, быть бескорыстным там и так далее. Много качеств духовного развитого человека. Если увидишь, что очень развитый, очень уважительное отношение. На работе ты старший, ты ему даешь распоряжение, но в жизни он может быть старше. Ты можешь подойти к нему и спросить у него совет. Нет, это исключение. То есть ты подходишь и спрашиваешь совет у этого человека, зная, что он никогда этим не воспользуется. Он никогда не будет ему говорить, я с начальником, знаешь, у нас вот такие вот отношения. Он у меня совет и спрашивает. И все сразу, ой-ой-ой, и сразу к нему. А ты можешь начальника вот это попросить, а вот это? И прогибать его начинают, дружить с ним начинают. И к начальнику лазейки ведут через этого человека все. Означает, начальник проседает. У него уже больше проблем. Потому что у него появился друг, который неосознанно, потому что он слаб, он не может держать эту дружбу. Он слабый человек. Но если это старший, и на самом деле так, никогда он не будет пользоваться вашей дружбой.